Всем привет! Это мой первый обзор часов. Надеюсь, никого не обижу. По большому счету, сначала хотелось рассказать там много чего наговорить, а потом, в принципе, думаю, что люди, кто будут заходить, будут заходить конкретно, чтобы посмотреть на эти часы. Так что, что скажу, будет касаться конкретно данных часов. Хотел купить довольно-таки бюджетные часы под костюм, скажем так. Поискал на Алиэкспресс, нашел вот эти, компания Pagani Design. Очень большой выбор, как часов под костюмы, так и более спортивных. Мне конкретно понравилась данная модель. Были очень хорошие отзывы. Часы приходят вот в этой коробке. Ничего себе особенного. Картонная коробка, в принципе, не очень хорошо пережила поездку, но она мне, в принципе, не нужна. Открывается. всякие карточки, гарантии. Ну и, конечно, такое, скажем так, руководство маленькое, которое малого значения имеет. Если вы когда-либо часами занимались, вы знаете, что надо с ними делать, и чего с ним делать не надо. Коробкой, так или иначе, я не пользуюсь, так что я сразу отложу в сторону, и конкретно поговорю насчет часов. Начать, наверное, с того, что часы приходят не с этим ремешком. Это ремешок Natto Pedal. Я лично его поставил, потому что он мне более удобный для руки. Они конкретно приходят с кожаным синим ремешком, приблизительно такого качества, который закрывается посредством механизма бабочки. Мне лично механизм бабочки не нравится, конкретно мне личное восприятие. Я его сразу снял и очень быстро даже продал. Так что, в принципе, если кому-то не нравится, можете быстро продать по интернету. Данные часы, что они из себя представляют? Мне очень понравился дизайн. Дизайн во многом напоминает такие компании, как ЖЖ или Культура. Конечно, никоим образом я не собираюсь сравнивать эти часы с теми. Но, тем не менее, очень хорошая работа произведена. Даже, особенно, если мы подумаем, какие деньги заплачены за эти часы. Что из себя представляют эти часы? Сейчас мы их немножко протрем. Часы компании Pagani Design. Код у него PD5080. Часы являются механическими. Механизм автомат. Как видите, у него есть ротор. На роторе сделана такая же эмблема с логотипом компании Pagani Design. Довольно-таки приятный, красивый. И вообще, в принципе, его даже не слышно. В свою очередь. Также эмблема Pagani Design есть на заводной головке. На самом циферблате написано Pagani Design. Также логотип компании есть и на застежке бабочки ремешка. Ну, как я сказал, ремешок я уже продал. Так что, к сожалению, показать вам его не могу. Метки сделаны очень красиво. Очень. Цвет прям переливается. И, в принципе, я взял эти часы, потому что были очень хорошие отзывы. И синий цвет очень-очень-очень красиво переливается. Не знаю, насколько это видно, не видно видео. Прошу прощения, как я уже сказал, это мой первый видео обзор часов. Механизм стоит. Они пишут DJ2813. Но из того, что я почитал в интернете, скорее всего, это компания Seagal, который один из крупнейших производителей механизмов для часов в Китае. Этот механизм Seagal 2813 является клоном таких механизмов, как ETA 2824 и, соответственно, Miota 8215. Так или иначе, все покупаются из Китая, приходят из Китая. Почему не взять, в принципе, и механизм китайский? Китайцы ставили дело довольно-таки хорошие механизмы. Попытаемся опять поймать какое-нибудь отображение красивое. Пока камера была выключена, я прикрепил синий ремешок. Ремешок, который приходит, он точно такого же цвета, синего. Чтобы просто показать, как он смотрится. Довольно-таки красиво смотрится со своим синим ремешком. Синий-синим совсем неплохо. Сейчас я одену на руку, чтобы показать это. Раз уж я начал с технической точки механизма, надо заметить, что точность хода часов была плюс 3 секунды в день, что довольно-таки очень высокая точность, даже для швейцарских часов, не говоря уже о китайских часах. Конечно, точность часов зависит в большом случае от того, как вы носите часы, как вы их кладете, сколько часов вы их носите, насколько заведена пружина, в каком состоянии она находится. Сейчас при постоянной носке, которой я их ношу, точность изменилась. Сейчас они убегают 8 секунд в день, что тоже, тем не менее, очень хорошая точность для китайских часов. Ну и скажу два слова про часы. Часы, что они размеры, диаметр 40 миллиметров. Тем не менее, они сделали хитрый ход, немножко глубже сделан циферблат. Циферблат меньше, но на реке выглядит очень хорошо. И очень хорошо видно, который час. Оно не мешает то, что циферблат меньше. Кроме циферблата и показания времени. То есть, который час, можно увидеть дату. К сожалению, сейчас я снимаю ночью и дата меняется. Дня. Толщина самих часов, говорится, что 12 миллиметров. Но у меня микрометра нету. Но я думаю, что, скорее всего, оно так и есть. Но они, опять-таки, сделают красиво. В стиле, скажем так, я там видел такой стиль. Когда уменьшается корпус. И, в принципе, на самой руке они смотрятся очень тонко. Даже не видно, что 12 миллиметров. И, конечно же, в этом случае очень хорошо помещаются под рукав рубашки. Поэтому и называются часы под костюмчик. Теперь я поменял ремешок. Поставил черный. Может быть, он... Не знаю, насколько видно разница с синим. Темный ремешок, конечно, по большому счету, как будто бы не очень ему подходит. Я не знаю, как на видео будет смотреться. Но вживую, в принципе, довольно-таки неплохо смотрится и с черным ремешком. И, чтобы завершить всю тему, которую я начал, относительно точности механизма. Вообще, номинальные показатели, ожидаемые от механизма, это, конечно, потери до 40 секунд в день. И то, что он может даже идти на 34 секунды вперед в день. Ну, пока что, как я сказал, идет 8 секунд в день вперед. Уже почти что две недели. И, надеюсь, на этом оно так и будет продолжаться. Ну, и ремешок, который, по моему мнению, подходит наибольше этим часам, конечно, это коричневый ремешок. Но, опять-таки, это личное мнение. Очень красиво смотрится с этими часами. Очень выгодно. Ну, и раз я уже с этим ремешком, давайте посмотрим, немножко как, что меняется, куда, что. Часов две позиции. Первая, это смена даты. Позиция, как вы видите, есть функция хайкинг, то есть стоп секунда, устанавливается секунда, и движется, естественно, вперед-назад. Время. Видите, как красиво переливается циферблат. Ну, теперь давайте немножко грустно поговорим. Если видите, вот здесь, вблизи, у циферблата есть небольшой изъян, который, в принципе, если уж смотреть издалека, то, если и не знаю, то мало что и увидишь. В принципе, ничего смертельного. Ну, когда я видел, я, конечно, расстроился. Так вот, отрицательная история со всеми китайскими часами, что-либо вы заказываете с Алиэкспресса, то, что это китайские часы. Для того, чтобы цена была такая, какая она есть, у них совсем нет никакого quality control. То есть, они не следят совсем за качеством того, что они производят. В конце иногда можно получить вещь, которая будет не такая качественная, будут какие-то изъяны и так далее. Если это для вас так уж принципиально, то, конечно, вообще не покупайте ничего китайского, скажем так. Если не так уж принципиально, скажу честно, я человек, которому очень принципиальны все тонкости, но, тем не менее, данные часы до того мне понравились, что даже вот такой изъян, скажем так, с циферблатом, я его прошел мимо, потому что часы смотрятся очень-очень-очень красиво. Плюс этот изъян дал мне возможность, скажем так, у продавца взять часть денег назад, плюс я продал ремешок этих часов. В конечном счете, данные часы мне стоили очень мало. И стоили, конечно, своих денег более чем. Данные часы они выпускают в трех цветах. Один из них синий, который, по моему мнению, считаю намного лучше других двух. И второй, это, скажем так, серебристый. И третий чёрный. Все они как будто бы переливаются на солнце. Но на чёрном, я думаю, что стрелки не так хорошо будет видно. Равно как и на синем. Есть моменты, что, в принципе, сложно. Что ты не видишь, который час. Но, конечно, если повернешь немножко время, то увидишь, что время такое-то или такое-то. Ещё, что хочется сказать насчёт часов, что кристалл у него сделан так, что сам кристалл, он чуть-чуть выше корпуса. Это также видно и на... Сейчас попытаемся сфокусировать всё это дело. Также это видно из задней части тоже. Кристалл немножко выступает. Но, что касается передней, это, может быть, была такая задумка. Что касается задней, я думаю, скорее всего, не додавили. Или плохо посчитали. Но в данный момент у меня пресса нет. И тоже замучить себя этим делом не хочется. В принципе, ничего огромного и какого-то дискомфорта это не вызывает. Все довольно-таки удобные. И, как я уже сказал, мне очень нравится. Что, в принципе, является целью часов. Ну и плюс, конечно, самое важное, чтобы они правильно показывали время. Что они делают. Ну и последнее, что, наверное, можно было бы сказать на технической стороне часов. То, что у них есть нанесенный люминесцентный раствор, скажем так, на стрелке часов, чтобы в темноте было видно, какое время. Но я даже не буду пытаться этого делать. Конечно, он нанесен не очень хорошо. И, в принципе, ничего видно так или иначе не будет. Так что, даже не попытаюсь этого делать. То есть, если вам нужны часы под костюмчик, очень бюджетные, скажем так. И очень красиво сделаны. Потому что часы выглядят намного-намного дороже, чем за них просят китайцы. Ну, а просят, конечно, потому что они не прослеживают определенные темы часов. Так бы эти часы могли стоить запросто 200 евро. Как минимум. Не говоря уже о большем. Потому что циферблат сделан очень красиво. Как и сам корпус, в принципе. То есть, если кто-то увидит часы на руке у вас, то никогда не подумать, что это китайские часы. Ну, и напоследок, что хотелось бы сказать. Зачем я, в принципе, сделал это видео. В принципе, через мои руки прошло много часов. Какие-то подарил, какие-то продал. В принципе, жизнь такова. Приходит что-то, что-то не нравится, что-то нравится. Что-то приходится. Прощаться с чем-то, с чем-то не приходится. Просто уже не хочется. Чем лежит. Я не из тех, кто хочет иметь в коллекции 150 часов. И сделал обзор, потому что многие люди ищут довольно-таки бюджетные варианты часов. Как я ищу время от времени. И иногда хочется... Вот ты видишь фотографии, но не можешь понять, о чем идет речь. Конечно, видео в YouTube очень часто на всякие часы. На конкретные часы я вообще ничего не мог найти. И поэтому, думаю, и надеюсь, что мой обзор и показ часов поможет кому-то принять конкретное решение, стоит покупать эти часы или нет. Что касается часов, где я их купил, я оставлю в конце ссылки и на часы. Также и на ремешки. Может кому-то понравились какие-то и хочет их приобрести. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего. До свидания.